Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир! И сегодня я хочу поделиться с вами, как я борюсь с плесенью, мошками и всеразличными гнилями на своей рассаде. Рассады очень-очень много уже в квартире и, конечно же, развиваются всеразличные виды плесени. Если вы думаете, что подсушите ваш контейнер с землей и плесень куда-то уйдет, то вы глубоко ошибаетесь. Вы только замедлите рост плесени, но как только совершите очередной полив, а поливать растение в любом случае надо, придется, то плесень опять продолжит расти, размножаться и радоваться жизни. Убрать верхний слой земли, заменить его на новый, тоже не вариант. Я вообще считаю, что это пустая трата времени, так как если появилась плесень, то значит, что споры плесени присутствуют во всем контейнере и на дне контейнера. Естественно, тоже. Многие сейчас познакомились с таким препаратом, как фитоспорин, но могу вам с уверенностью сказать, что если у вас уже появилась плесень на вашей рассаде, то фитоспорин с ней не справится. Фитоспорин это профилактика, но никак не лечение. Когда я готовлю свой грунт для посадок или использую, к примеру, покупной грунт, это не важно, я обязательно прогреваю его 3-4 даже минуты в микроволновой печи. Затем проливаю этот грунт уже фитоспорином. Ну, если, к примеру, взять на 5 литров земли, тогда вливаю в него пол-литра такого крепкого раствора фитоспорина. Главное самое запустить в грунт нужные вот эти вот бактерии, которые находятся в фитоспорине, а не пролить грунт. Вот что самое главное в этой процедуре. Выжидаю примерно 5-7 дней и только уже тогда использую грунт по назначению. Если этой процедуры по каким-то причинам я поленилась, я не сделала, тогда я обязательно использую фитоспорин при посеве. То есть, на мой взгляд, проблему проще предупредить, нежели потом с ней долго и упорно бороться. Опрыскивание земли, к примеру, 1 раз в месяц и пролив почвы фитоспорином, на мой взгляд, также очень хорошо и не повредит ни в коем случае. Фитоспорин выселит из почвы нежелательных гостей. Под гостями, конечно же, я подразумеваю нежелательных бактерий, грибков и всего такого прочего. И заселит уже нужные нашей почве организмы. Для вообще подготовки почвы у меня уходит примерно 2 недели. А почему 2 недели? Так как после того, как я уже пролила почву фитоспорином и выждала 7 дней, и еще проливаю раз, но уже с добавлением байкала М1. Опять-таки, беру ту же баночку 0,5 литра и добавляю вот этот вот чудотворный препарат, байкал М1, примерно 2 мл. Не надо больше. Для чего я это делаю? Да потому что, когда я уже прогрела в микроволновой печи свою почву, она получается как бы такая стерильная. То есть, там уже не живет ни хороших, ни плохих бактерий. И нам надо заселить туда нужные организмы. После того, как появились первые вот эти вот два самых маленьких семидольных листочка, которые в самом начале всегда появляются два семидольных листочка, я обязательно, обязательно даже повторюсь, припудриваю почву древесной золой. И именно припудриваю, ни в коем случае не мультирую в полсантиметра. Вот и все. В припудренной золой земле плесень развиваться не будет. А если вы еще и подготовили за две недели грунт, как я вам вот сейчас рассказала, как это делаю я, тогда вы попрощаетесь с плесенью, мошками раз и навсегда. В грунт я, кстати, также добавляю золу, примерно на 2-3 литра земли, 1 столовая ложка золы. Этого будет вполне достаточно. Но не надо больше, иначе вы можете просто сжечь корни, такие молоденькие корни, которые вот только появляются у нашей рассады. Также проливаю зольным раствором рассаду после появления двух-четырех настоящих листочков. Это служит и подкормкой, и профилактикой против всеразличных заболеваний, но только после появления двух-четырех настоящих листочков. Когда у растения только семидольные листочки, оно не способно, просто как бы оно не хотело, не способно усваивать подкормки и произойдет закисление почвы. И опять-таки, это будет прямой путь к болезням, и растение будет отторгать элементы питания, что приведет к хлорозу и различным заболеваниям, которые нам абсолютно не нужны на нашей рассаде. И и так, сложные обусловия квартиры. Конечно же, следите, чтобы полив был умеренным. Поливать лучше часто, но по чуть-чуть. Обязательно делайте дренажное отверстие. Обязательно. И если уже плесень появилась, активно растет и развивается, тогда увеличьте в помещении температуру. Так как плесень активно развивается при таких низких достаточных температурах, ей нравится, и, конечно же, кислотность почвы. Также немаловажный момент. Плесень любит кислую почву. Позаботьтесь о том, чтобы все же на контейнер, там, где у вас активно развивается плесень, попадали прямые солнечные лучи. Это тоже очень важно. Ультрафиолет также убивает плесень. Поставьте, к примеру, ваш контейнер на южное окно. Еще с уверенностью могу сказать, что в припудренной золой почве не поселится мошка, которая любит те же условия примерно, что и плесень. Получается, вы благодаря золе убьете и плесень, и боретесь с надоедливой мошкой, если она появилась, она ужасно надоедливая, и подкармливаете растения. Если у вас большое, уже большое количество поражено земли плесенью, то купите просто в аптеке нитроксолин. И одну таблетку растворите в одном стакане 200 мл воды, и опрыскайте из пульверизатора грунт. Тоже очень хорошее средство. Зольный раствор готовится тоже очень просто. Одна столовая ложка древесной золы, а я советую брать именно древесную золу и использовать, так как она более концентрированная, чем, к примеру, соломенная. И заливаю эту золу одним литром такой горячей воды примерно 80-90 градусов. Перемешиваю это все и оставляю на 12 часов. В общем, я оставляю, как правило, на ночь. На завтрашний день целебный такой питательный уже раствор готов к применению. Таким раствором очень хорошо проливать раз, примерно раз в месяц. И комнатные растения, мы, как правило, забываем о комнатных растениях, когда занимаемся рассадой, она у нас уходит куда-то там на второй план. Но растения, кстати, которые любят кислую почву, например, такие как азалия, такой раствор зольный я бы не советовала проливать, потому что зола раскисляет почву. Такой зольный раствор не для цветов, которые любят кислую почву. Лет 5 назад такого препарата, к примеру, как фитоспорин, я не знала и просто добавляла золу в грунт, но не более одного стакана на 10 литров земли. Иначе ваша рассада становится в росте, как, например, от препарата Атлет. Я против этого препарата, но это совсем другая уже тема и будет тормозить в своем развитии. Благодаря золе, как я считаю, и такой подготовке почвы у меня проблем с плесенью нет. И еще один из важных моментов, как мне кажется, эту золу можно найти бесплатно, к примеру. Пожарили шашлычок и собрали вот эту золу. Или у знакомых, у кого есть печь. Либо вообще в цветочных магазинах она сейчас есть, я не раз видела, обращала внимание. И хранится она в сухом помещении долгие годы и не теряет своих свойств. Вы можете взять вместо золы активированный уголь, измельчить таблетки в такой порошочек и просто припудрить точно так же, как золой. И еще на сегодняшний день широко вошло в моду, скажем так, откармливать рассаду натуральными, приготовленными собственными руками, удобрениями. Такими как спитой кофе, заварка, чайные пакетики, яичная скорлупа, еще лучше белок, луковая шелуха. Много, очень много различных советов. Даже класть кусочки кожуры банана в грунт. Могу сказать только то, что я уже перепробовала все эти подкормки. Ужас, кошмар и страх от таких подкормок. Вот что я могу сказать. В открытом грунте, да, это все работает просто замечательно. Слов нет. Но не в квартире. Я вспоминаю этот период, когда я увлеклась такими народными подкормками, как страшный сон. Больше вреда, как мне кажется, для рассады, чем пользы. Плесень, мушки, червец, зловонный запах. Будет вам просто гарантирован. Вы создадите своими руками благоприятные условия для всей дряни, которая живет в почве. Меня смущали, конечно, такие подкормки. Но не попробовать и не проверить на себе я, конечно же, не могла. Избавляться пришлось с помощью химии. Так как моих мушек сера, который вот находится на спичках, уже не пугало. Они, наверное, с меня только смеялись. Существует такой способ, если кто не знает, от мушек. Если у вас их еще немного, сера вставляется в грунт. Спички вниз с серой, и мушки перелетают на другое растение. Потому что в этом им уже не будет нравиться. Вот этот запах серы их отпугивает. Поэтому, если они присутствуют в вашей почве, тогда спички надо уже поместить во все кашпо, которые есть у вас дома. Конечно же, проще всю вину сбросить на производителей грунта. Да, и производителей грунта, особенно дешевого, конечно, хранять неправильно. Тут я тоже ничего не могу сказать. Но задуматься и осознать свои ошибки мы порой не хотим. Я, кстати, тоже собирала всю зиму луковую шелуху, яичную скорлупу, кожуру от бананов цитрусовых, спитой кофе. Но все это пойдет в открытый грунт, но никак не в условиях квартиры я буду пользоваться этими народными подкормками. Вот такими советами я хотела поделиться сегодня с вами, дорогие цветоводы и огородники. Попробуйте и убедитесь сами. Лучше всего попробовать самим и убедиться на себе. Всем здоровой и крепкой рассады и до встречи!